сняли мы электродвигатель уже нападал мусора вот я уже снял резиночку как пыльник пыль не попадала в электродвигатель смотрите все честенько и новенько открутим два винта а зачем мы сняли появилась проблема как у всех есть видео на интернете не включается или самопроизвольно выключается вентилятор бывает включаешь а потом на кочке где-то раз или выключится или сам включится надо разобрать посмотреть причину так сейчас мы открутим еще его никто не разбирал электродвигатель дочек народе из экран хочу попасть отверткой крепко закручен качественно аккуратненько снимаем как я обратил внимание тут еще вот такая общая на изолента с меткой надо ее снять потом снимем крышечку как клейко пластырь лучше дух так вот так мы лента у нас на улице мороз так теперь с правой стороны слева мы сняли там смерти и слева вот с меточкой изолента снимаем так одной рукой не удобно обычный медицинский литву пластыр только в черном цвет то с правой стороны легко снимается крышечка да там грязи полно так что мы видим тут угольки еще рабочие нормально я думал они уже не водная нам надо разобрать и почистить сейчас я буду снимать вот эти шайбочки и чистить а двигатель сам новенький еще никто не видно не разбирал его трубку снимаем чехлом резину так он стоял она стояла трубка вот это для нее вырез сейчас буду разбирать так теперь бы нам снять тут ничего не видно пластик упал отец вот есть шайбочка такая пластиковая еще надо вторая шайбочка ну честно можем покажу вот тут получается тут видно еще две тоненькие шайбочки вот это вот еще толстая такая как резиновая уже не пластиковая мы ее отдельно положим далее уже идет тоже пластик вот так надо все почистить будет вот это резиновая потом на пластику идут снимаем вот эту фиксатор пружины надо было маленьких может выстрелить упала на пол и сняли щеточки да щеточки выработка есть надо было поменять полно грязи теперь нам надо снять якорь открутить гаечку добраться внутрь а там тоже почистить надо потом мы все это смажем после чистки протрем и соберем обратно так нашли нашли мы пружиночку фиксатор забыл как он правильно называть кто смотрит напишите с головы вылетел но теперь будем раскручивать венчики сложим на место чтобы не потерять сюда вот крючок такой китайский на 8 одной рукой неудобно легко откручивается без проблем дойчик дойчик прям крупным планом и сейчас сниму тут надо двумя руками вот так раскачал почти снялся она держит вы видите еще тут мама такая на этот пыль отсчеток уже такая же прикипела и вот это какая-то пружиночка я на тех видео не видел что такая стоила вот так она вверх видите на видите на в таком положении она должна стоять на место когда мы будем ставить положим сюда и потерять видите что у нас руки все грязные брудные теперь достаем якорь короче там магнитики не дают вытянуть давай двумя руками держи я вытяну среди якорь ооо держи ты держи давай опа вот 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 такой у нас якорь вот вот ну на рабочий все просто там я говорю наверно от пыли выключался не включался так смотрим теперь внутри что тут делается пыли полно сейчас я щеточку всю эту почищу два магнитика ну вот полностью разобрали щёточки могут еще наверно походить но у нас их нет пойдет составить такие какие есть надо было бы заменить на новые так будем чистить смазывать и собирать обратно есть на видео люди просто не разбирающего стуки вот каким-то образом как не разбирать если тут вы смотрите что делает еще тут прямо кусками мусор почистили вот какими инструментами мы пользовались вот такая кисточка и супер-пупер на отвертка крестообразная плоская отвертка чтобы вытянуть закладочки колечки и ключик восьмерочка тут на 8 вот она 8 китайский ключик хороший очень и почищена вот этот якорь якорь вот это контактная группа щеток сами щетки с крышкой щетки желательно заменить нужно будет на новую заменить их надо будет на на продаже паять они отдельно так продаются не в комплекте с контактной группы сам вентилятор почистили на то резиновый чехол с направляющей трубкой этот сам корпус куда вставляется якорь тоже все вычистили вытерли трапочки теперь нам нужно будет смазать и все собрать на место и на этом все будет все начинаю смазывать и собирать рук если можно помыть но они все равно будет что я знаю еще тут все начинаем работать так вставили якорь но тут чтоб ставить якорь магнит же тянет на все стороны еле попадаешь туда но это не сложно все равно и не забываем на место ставить вот эту пружинку вот эту фиксирующую вверх как мы снимали так и станет усиками вверх вот этими вот так а теперь наверх ставим вентилятор сам так мы его протерли почистили протерли в кого аллергия так будет аллергическая реакция там пыль такая едкая сейчас я двумя руками короче одену и потом покажу так вот это мы одели теперь нам гаечку вот эту надо надеваем на место работа грязная конечно так что вы сильно не удивляйтесь что такие руки грязные и ключиком не сильно поджимаем вот этим китайским хорошим ключиком торцевым на 8 тут он 8 10 12 голубки прекрасный ключик качественно сейчас раз и и поджимаем это все одной рукой снимаем в общем примеряем и так надо на сам корпус контакт потом мы ставим сверху вот эту платку и продеваем туда угольки так где-то дели пружины одна есть вторую будем искать вот сейчас пружины надо осторожно чтобы не потерять в общем потеряли одну пружинку но через рина нашли но Денис купил вот такие угольки вот тут получается очень толстые сейчас мы сравним вот это оригинальное так на это же нужно паять видите чем его паять вопрос обычным паяльником ну они еще могут походить но желательно заменить их посмотрите вот какой провод тут медный этот какой там два раза толще будет клинить наверно и угольки но угольки можно подтащить но тут получается верхушка сильно тонкая они клинообразные можно как-то подточить вверх убрать и по толщине края эти убрать конусообразные чтобы прямоугольные были короче лучше искать оригинальное чем вот это что тут могут быть проблемы и я журю вопрос как запаять чем запаять обычным паяльником или тут точечная сварка такая кто знает поможет подскажет ну а сейчас мы будем собирать то что есть тут все у нас нормально потом мы перепроверим вот все ставим на место пружиночки поставим замочек не буду одной рукой а получилось с одной рукой на нарез этот поставили смотрите ну чтобы не так трудно было ставить вот мы предварительно взяли ниткой подвязали вставили пружинку нитку вставили уголек туда завязали ниткой и также сделаем с этой стороны пружинку где у нас пружинка готовить нитку а мы сейчас 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 очень нужно аккуратно пружинку смотрите смотрите пусть она так и нарубит куда-то потом потеряете целый день пока будете искать надо в таком месте так и вставляем ну вы поняли что одной рукой я не могу поставить вставляем уголек перед пружинкой вот этим и контактами вверх по нарезу вот этом и провязываем ниточкой вот и будет все нормально единственное чтоб контакты вы правильно поставили то что тут типа конденсаторы ну это наверное не конденсатор чтобы оно получается конденсатором с левой стороны а сам контакт был напротив наклеечки вот это на электродвигателе так завязались с двух сторон видите ну ну будем собирать трудно конечно делать одной рукой так у нас наклеечка с этой стороны мы видим контакт должен быть вот так узень узенькой с этой стороны вниз и вставляем сейчас это я через экран не могу вставлять так вставляем одеваем просто хочется показать чтобы что бывают такие проблемы вот ну уже она как бы стоит мы можем вот уже все стоит контактная группа стоит на якоре теперь можем отрезать вот эти меточки ножничками в общем вы поняли суть что по-другому вы будете мучиться и тяжело будет вам установить ну сейчас мы сначала мы все поставим на место потом мы отрежем ниточки и оденем вот эти прокладочки все по порядку как они стояли с завода я хочу показать как я все ниточку вытаскиваем вот такая ниточка одна и вторая вот мы уже вытащили и она все стоит на месте красота надеваем шайбочку такую резиновую смазываем смазываем мы ее смажем сейчас и по порядку вот резиновую сначала прокладочку вот потом пластиковую вот это резиновую потом пойдут пластиковые прокладочку смазали якорь а теперь одеваем такую резиновую резиновую прокладочку так теперь одеваем пластиковые прокладочки не то одевается на на уши по ней вроде как с пленки сделаны такой фото пленки я как фото говорю не как слесарь электрик так одели а теперь нам надо можно одевать вот эту крышечку но мы еще крышечку смажем вот тут где якорь будет трение теперь мы одеваем вот этот воздуховод чехол резиновый пластиковый воздуховод и смотрите обратите внимание узким то что вы по другому тут не поставите этот разрез напротив контактная группа через якорь так поставлю так якорь мы смазали и одеваем теперь крышечку крышечку смотрим тут разницы нет но вот по контактам слева контакт и справа слева и права олег пластырь потом крышечку оденем вот это смотрим и попадаем так сейчас оденем покажем вот мы зажали уже но у нас сначала так не плотненько села крышка получается винтом мы его подсадили мы проверим не клинит нормально нормально крутится нормально ничего не клинит все нормально еще нам надо вот эту изоленточку подклеить на место посадить чтобы пыль туда не попадала прежнее место типа лейкопластырь похоже на медицинский вот почти вся работа сейчас мы еще проверим и оденем потом если все нормально мы оденем резиновый чехол и будем устанавливать его автомобиль и уже на автомобиле проверим как работает контактная группа включатель скоростей первое второе третье там не помню но все на этом пока будем проверять так идем поэтапно наклеили лейкопластырь этот черненький все как стояло на место и оденем чехол резиновый уплотнительный трубку не снимали тут только немножко смазали чтоб легче она оделась в машине так все одеваем уплотнительную резинку ну что собрали все хорошо теперь осталось установить на машину и какие инструменты нам понадобились нам понадобились на крыльчатку вот это головочка китайского ключика очень хороший ключик так на 8 ножнички нитки это уже потом когда оденем угольки чтоб легче было одеть на якорь щеточка кисточки разные бывает подберете такая только небольшую средненькая можно и чуть меньше средней и отвертки вот это пододевать плоская и крестообразная отвертка чтоб крышку снять ну и естественно ветош 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 чтобы протереть почистить почистить внутренности двигателя печки ну на этом все работу закончили сейчас помоем руки и поедем установим на машину гараж на сенс посмотрим как работает электропечка всем пока пока